и снова здравствуйте дорогие друзья свои у они тити или нет думаю что да свои там не было никаких сигналов о том что она врет вот она рассказывала о том как у нее есть давайте начнем смотреть видео и так я не обижает критика когда с твоей песни начинает обсуждать музыкальной точки зрения называя это попсой поющие ты знаешь эти хочу сказать мне поливать на критику потому что я самый для себя вообще такой мощный критик но я хорошо пою я нормально пою мне не стыдно я пою в караоке прихожу мне абсолютно себя кайфово чувствую вот поэтому то что они критикуют это класс это класс во первых аня говорит ну я же хорошо поенка она как бы спрашивает да кроме того вы видели наконец-то это плечико которое пошло вверх да то есть подсознательно она не до конца верит понимаете человек который все почти всю жизнь до поет столько времени посвятила себя именно пению и она до конца вот подсознательно не верит в то что она хорошо поет в общем то это не самое страшное разобраться если да что бывает вообще с людьми всем бы такие проблемы на самом деле чуть-чуть заниженная самооценка это даже очень хорошо потому что если бы все были нарциссами то было бы намного тяжелее а здесь человек но вполне самодостаточный это что немножечко в какие-то моменты она в себе сомневается это знакомо каждому и в предыдущем эфире я вас спросила и вы все мне ответили именно так что у вас такое тоже бывает следующий фрагмент давайте смотрим про заболевание твое заболевание особенности особенно смотрите вот этот нервный смех конечно же выдает нам что она волнуется особенность да и ножка спряталась о чем говорит тело пытается спрятаться от неприятного разговора это ее беспокоит потому что ее все ассоциируют вот именно с ее большим бюстом да и это для нее довольно больная тема и любое упоминание все равно как бы она не смеялась как бы она не хорохорилась все равно это ее напрягает а сейчас мы посмотрим как неловко алене разговаривать про диеты да давайте еще и алену разберем раз уж мы раз уж пошла такая пьянка еще момент который и одну нас с тобой тоже обеих волнует это диеты вот видите вот это вот напряжение рта когда рот как бы тянется вниз это говорит о том что человек говорит о чем то что вызывает в нем неловкость отвернулась сжала губы немножко подняла челюсть ну то есть вот такое и неловко и неловко и она как-то уходит тоже от этого вопроса но этот вопрос касается уже именно ее больше даже чем ее гости нет нет реально это интересно просто я там исходя из себя знаю там какая диет на меня действует расскажи какие ты проходила очень интересно видите ну вот вот это вот во первых качает головой но ей неловко об этом говорить идите как ногой отталкивает пытается прижать эту проблему я думаю что вот если вопрос про диеты то алена ну в этом специалист что называется собаку съела так смысл комплексовать не нравится займись спортом они просто диетой но знаете вам легко говорить вы наверное там весь такой поджарой да вот у вас конце у каждого человека разная конституция и например у моей сестры не буду называть ее да но у нее просто вот конституция такая и она вообще не ест вот я по сравнению с ей с ней я ем намного больше но я вижу как вот у нее прям вот в некоторых местах скапливается жир вот бывает такая конституция у людей что ешь не ешь занимайся спортом она кстати занимается спортом она танцует она много чего делает для для того чтобы не полнеть но все равно это ну как бы не получается у нее с этим бороться и я знаю многих людей таких которые борются с лишним весом но все равно у них не получается кстати у меня на канале есть видео где галина турецкая выступала вот она приглашала там ссылочки есть если кого-то это интересует можете зайти к ней она вот по этой теме расскажет почему это происходит и так следующий фрагмент наконец-то мы уже вырвались из того что мы уже рассмотрели идем дальше чтобы ты ответил алене водонаевой которая заявила о том что никогда не зайдет в бассейн с полными людьми я брезгливый человек и я не буду заходить в воду с полным человеком точно так же как я не буду заниматься сексом с полным человеком и смотрите для они это такое знаете такой шок видите испуг на лице так у нее даже ну можно сказать отвалилась челюсть честно скажу и у меня тоже челюсть отвалилась и мне хочется пройтись по этой водонаевой потому что после ее интервью там все прям загалделись по поводу того что она там много всего наговорила но да ладно сейчас мы не ее разбираем здесь мы видим что аня несколько растерялась да а ну и смотрим как она отвечает не плавая иди мой сюся в ванной в чем проблема то господи какие проблем вообще не знаю мне кажется полные люди они очень милые и классные как ты думаешь почему она это что у меня все это вот дорого все поцелу-ка когда в副 mother как они милые украины они покупали какая-то она не помечает вещи людям и видя что перед ней человек который борется с весом которому очень неприятно вообще вот это то что диеты плохо работают да вот этот вопрос этот анна не хочет ее ну заставлять переживать да и вот она как-то так обтекаемо но не так то вот сказала она старается как бы не нагрубить ни одной ни второй стороне вот по поводу алены она сказала вот полные люди они же такие хорошие да милые добрые а вот что касается водонаевой тут конечно не нагрубить было сложно и поэтому она когда вот сказала видеть ли как она переминается она немножко меняет положение тела о чем это говорит но она не в некомфортной обстановке ей не хочется говорить плохо о человеке но ей пришлось немножечко ну резко сказать для они хамство не совсем комфортно вот к чему да аня воспитанный человек ничего не скажешь про водонаеву ну вот действительно водонаева просто упала ниже плинтуса в моих глазах но идем дальше следующий фрагмент то не против ли ты и всех остальных вещей когда женщины чересчур пытаются быть натуральными там не знаю не бреются там лечу что нет ну кому что нравится слушать но смотрите вот этот вот жест интересный то есть во первых плечи вверх до сомнения да а вот здесь отгораживание да кому что нравится но как бы я не осуждаю но я и не приемлю пожалуйста держитесь от меня на расстоянии и кстати глаза вот видите такой небольшой испуг людей столько и своих мнений кому-то нравится не знают растите волосы на подмышках эти косички плести но всякое бывает я допустим не нравится волосы на теле особенно женщины вот когда она про волосы на теле женщины у нее прям отвращение было на следующей неделе я буду проводить три бесплатных занятия по физиогномики на третьем занятии как раз мы это будем обсуждать на теле мужчины это смотрится как-то нормально потому что мужчина тестостерон значит еще есть ну вот здесь вот как раз отвращение знак такой агрессии в плане сексуальности не отвращение как вот она в классическом понимании а то вот первобытное отвращение которое изначально но об этом я буду рассказывать как раз если вы еще не были на моих бесплатных занятиях обязательно приходите дальше следующий фрагмент и 6 лет я рассказываю еще это очень хорошо чтобы мы сейчас понятно что когда человек просто забрала губы вы говорите как-то облизывали губы мы как-то остальные профессионалы также и облизывают губы и которые не наши девочки были даже не исключения в будущем я вам показываю вот это описываем наверное в том что она левая смотрелась но по-другому что больше всего там описывает то, что ему очень нравилось. Сольную карьеру, кино, Гитлер-Капут. Я много чего классного сделала. Гитлер-Капут – это название фильма. Главная роль в сериале вся такая внезапная. То есть с легким паром продолжение. У Бекмабетов, который я снял, у меня там тоже есть небольшая роль. Поэтому меня, знаешь, так поперло по карьере. И мне вообще не хотелось никуда уезжать. Что мне делать за границей? Где-то, да, там сначала, где-то там, по-моему, в Китае, потом в Америке. Что мне там делать? Я жила полтора года. Вот видите, много раз она стала поднимать плечи. То есть сомнение такое подсознательное. Она иллюстрирует то, что проговаривает. Да, я не знаю, что мне там делать было. В Америке мне не понравилось. Вот это вот напряжение подбородка – это саботирующая позиция. Это упрямство. Выражение лица капризной девочки, которая хочет получать все удовольствия. Да, хочет, чтобы все было комфортно, удобно. И не хочет ничего для этого делать. То есть ей там ухажер предлагал поехать в Америку, но она решила, что а зачем мне это надо, если у меня по работе все хорошо, да. На первом канале мне все дают, да, там конфетки, слава, деньги. То есть все как бы у меня на мази. Зачем мне куда-то ехать, какие-то дискомфорты испытывать, если все и так хорошо, у нее смех всегда искренний или играется в кокетку. Но там по-разному бывает у нее нервный смех. Когда по поводу ее груди был разговор, вот по поводу ее особенности, она засмеялась, потому что ей все равно неловко говорить. Был смех и искренний, был смех и игры. Ну то есть вот по всему интервью, там по-разному. Значит, следующий фрагмент. Я здесь нашла себя в этой стране. Я люблю свою страну, это правда. Ну вот смотрите, люблю свою страну мозгами. Вот она качает головой. Да, иллюстратор подтверждает, что действительно она любит свою страну. Это эмблема, жест-эмблема. Но, смотрите, вот это вот пожимание плечами, это подсознательно, это глубже, да. Глубже она сомневается, любит ли она эту страну. Ну, в общем-то, сейчас и понять можно с другой-то стороны, потому что, ну, много всего происходит, но не совсем так, как хотелось бы, может быть. Наше подсознание просто, ну, это все отмечает, и вот эти вот жесты получаются такие неестественные. Я кайфую от того, что я родилась в Москве, я люблю свой город, я люблю гастролировать. Я кайфую от своей жизни, мне все очень нравится, я ничего не... А вот здесь вот, конечно же, уже идет подсознательно, я кайфую, мне все нравится. Все-таки что-то ей не нравится, но она даже, может быть, сама на уровне мозгов, мозгов, может быть, до конца не понимает, что ей не нравится. Просто это из подсознания идет. Оксана пишет, очень эмоционально, хорошо читается. Да, совершенно верно, она очень интересно читается, и, ну, довольно интересное и позитивное интервью. Вот мне понравилось именно этим, что позитива много в ней. Дальше. Моложе тебя, да? Моложе, да. Ты у него такая первая серьезная любовь и привязанность. Нет, ну, конечно, в 33 года человек это уже взрослый мужчина, у него и были отношения, конечно, с женщинами серьезные. А дети? А? И дети? Нет, детей нет. Вот это и кайф, значит, того, что мы начинаем с нуля, у меня нет детей, и не было брака официального, у него нет детей, не было официального брака. А вот посмотрите, как сейчас она оттолкнула локоть. Она, говоря про себя, да, что у меня нет детей и официального брака, она сидела ровно, а когда она сказала про его возможных детей, да, ну, то есть у него нет детей и официального брака, и вот такое отторжение, то есть она все-таки очень ревнива. И она, в общем-то, говорила, что она, да, она ревнива, но я как-то не поверила, думаю, ну, она очень позитивна, ну, что там, мне кажется, все-таки она не ревнива. Но вот здесь вот я вижу, что ей очень нравится именно то, что у него нет этого. Мы всегда вот локтем, рукой отталкиваем то, что мы, ну, произносим, то, что нам вообще не нравится, то, что мы не приемлем. И вот в ней вызывает отторжение, если бы у него были дети. Следующий фрагмент, идем дальше. Ты упоминала, возможно, о том, что будешь рожать не сама. Нет, я такого никогда не говорила. А я читала. Ну, это ты, слушай, журналист, ты же сама журналистка, ты что, не знаешь, вам же рейтинги нужны, вы понапишете. Нет, ну, это не мы писали, но я гуглила и смотрела, что ты рассмотришь возможность прибегнуть даже к услугам суррогатной матери. Нет, я такую возможность пока не рассматриваю, потому что у меня, слава богу, со здоровьем все в порядке. Я планирую все-таки сделать это сама. Вот, если вдруг, не дай бог, будут какие-то там проблемы или что-то еще, тогда, конечно, наверное, буду смотреть какие-то варианты. Но пока все хорошо. Ну, да, она мозгами опять та же ситуация. На сознательном уровне она, да, действительно так считает, но на подсознательном уровне у нее есть какая-то, ну, такой червячок сомнения сидит в ее подсознании, не в голове. В голове там все проработано, все нормально. А вот в подсознании сидит червячок, и она все-таки понимает, что ей уже 40 лет, и что, может быть, могут быть проблемы. Ну, то есть она допускает такую возможность, и вот подсознательно она все-таки немножко сомневается. Благосостояние мужчины для тебя на каком месте сейчас? Я тебе скажу так. Смотрите, вот это сжимание. Я не смогу, наверное, жить с мужчиной, который вообще ничего не зарабатывает. Фрагмент начался с того, что она облизала сначала губы, а потом она сжала губы. О чем это говорит? О том, что все-таки она вот включает чувствительность, да, вот прощупывая мужчину, но себе вот на сознательном уровне запрещает это ставить вот прям главным компонентом. Да, она поджала так губы, и, ну, немножечко себя контролировать заставляет в этом плане. Смотрите, вот опять, вот это чувство неловкости, да, вопрос вот этот вызывает в ней какую-то неловкость. Вот эти вот, когда нижняя губа идет вниз, вот такая улыбка вниз, так называемая, это такая неловкость, ограничащая со страхом. Вот смотрите, когда она смотрит вот в эту сторону, я отследила ее поведение, базовую линию поведения, когда она вспоминает то, что она прощупывала, то, что вот прям тактильно ощущала, она всегда смотрит в эту сторону. И сейчас вот говоря вот это, она, не помню какая там фраза, но вы просто сопоставьте, она смотрит как раз в то, что она вот прям, это из нее идет, вот то, что она прям прочувствовала, продумала до такой степени, что вот даже вообще без вариантов. То есть это не фантазия, это вот прям четкая позиция ее, которую она сейчас проговаривает. Так, дальше, так, возможно, боится выглядеть меркантильной. Возможно, да, но этот вопрос ее немножечко напрягает с точки зрения, ну вот, осуждения, может быть, неловкости какой-то. Ну вот, вот это вот, неловко ей это говорить. То есть сейчас вот у меня был такой этап быстрых, веселых песен, сейчас я хочу попробовать выпустить более такую про любовь, как раз, может быть, к моей ситуации в личной жизни, которая меняется, да, такую про любовь, такую искреннюю, классную песню. А вот здесь, смотрите, куда она смотрела, сюда она смотрела, здесь у нее область фантазии. И при этом она облизывала губы. То есть это у нее в планах. В планах, но пока еще она это не прочувствовала, скажем так, пока этой песни, скорее всего, у нее нету вот четкой песни, да. Но она допускает, ну это, знаете, вот как будто она планирует свой отдых, да. Она еще, может быть, не заглядывала в проспекты, да, она не приценивалась по деньгам, но она уже как бы вот хочет поехать туда-то, да. И вот здесь вот такая же штука. Так, следующий фрагмент. До скольки лета собираешься петь? Ты себя представляешь уже, например, там через 10 лет в таком же стиле, в таком же образе, с такими же песнями? Слушай, я, честно, безумно люблю Лолитку Милявскую. Просто я ее фанатка, вот действительно. Мне нравится и харизма этой женщины. А вот здесь опять-таки наблюдаем за плечом. Головой она кивает, да, вот говорит, вот на сознательном уровне она говорит все, как думает, да. Но вот подсознательно некоторые моменты у Лолиты Милявской все-таки, ну, вызывают в ней сомнения. Мне нравится вообще, как она рассуждает. Понимаешь, Лолите, там, 50-й, да, по-моему, ну, неважно, чуть-чуть, может быть. Ну, она молодая женщина при этом. И она прекрасно поет, и, понимаешь, она шикарно ведет корпоративы, она потрясающе работает, и у ней как раз тоже такое амплуа, знаешь, легкое, веселое, с подколом. Почему бы и нет? Просто нужно действительно трансформироваться. Ну, видите, да, что с одной стороны, да, действительно, вот мозгами она очень здорово уважает Лолиту, но при этом есть некоторые моменты, которые вызывают в ней сомнения. Да, вот Мариночка пишет больше лайков, а я ее полностью поддерживаю. Тем более у нас последний фрагмент, который я бы хотела вам, вот прям, знаете, золотые слова, вообще из-за которых я влюбилась в Анну Семенович, ну, просто, ну, потрясающие слова, которые, я считаю, что это самые главные слова в ее интервью. Давайте послушаем. Предыдущая моя гостья, Айза, говорила о своем разочаровании глобального мужчины. Мужчины, слабые рабы, которые нужны нам только для продолжения рода. Как ты считаешь, почему она так думает? Знаешь, я, честно говоря, ну, как бы не очень хорошо знаю Айзу, то есть я не в курсе ее истории. Это бывшая жена Гуфа. А, ну, может, я не в курсе ее личной жизни, как бы истории ее жизни, и почему она так говорит. Ну, наверное, ее разочаровали, может быть, мужчины, но ты пойми, что подобное притягивает подобное. Что мы притягиваем то, что мы излучаем. То есть если мы излучаем позитив, если мы излучаем какую-то доброту, если мы излучаем какой-то кайф от жизни, да, то к нам и человек такой приходит рано или поздно. То есть если мы излучаем что-то такое, что нам самим не нравится, то мы притягиваем всяких людей. Мне кажется, надо прежде всего начинать себя с себя. Если у тебя в окружении плохие люди, мужчины или друзья какие-то, которые тебя подставляют, которые тебя там предают и еще что-то делают, нужно просто взять и по себе разобраться. Может быть, походить к психологу опять к тому же, позаниматься. Само это очень сложно. Почитать какие-то умные книжки, что-то вообще в себе покопаться. Потому что вселенная – это зеркало. Ты получаешь то, что ты излучаешь. Я хотела как раз этими словами завершить наш эфир, потому что в психологии это проекция. Что мы из себя представляем внутри, то мы и видим снаружи. И я бы хотела на этой радужной ноте и закончить наш эфир, потому что действительно она сказала сейчас очень-очень мудрые слова. Как только мы начинаем относиться к миру с добром, с любовью и с позитивом, мир отвечает нам точно тем же. Сегодня такой коротенький эфир. Я стараюсь делать эфиры как можно более содержательными и как можно менее размазанными. Потому что у меня часто в комментариях просят монтировать наши эфиры. Но у меня просто, честно говоря, просто нет на это времени. Поэтому вот приходится оставлять вот эти эфиры. Ну, что поделать. Ставьте на скорость, кто смотрит это видео, да, не в прямом эфире. А если кто-то хочет на добровольных началах мне помочь с монтажом видео, welcome. Я буду очень рада, если вы мне поможете. Если нет, так нет. Будем продолжать смотреть такие. Спасибо вам, мои хорошие, что вы со мной. Спасибо вам, что нас уже 30 тысяч. Я очень-очень рада. Значит, набрасывайте мне еще темы для разборов. Я вижу уже много интересных тем. Конечно же, хочется объять необъятное, но выбираю по своему усмотрению. Но все равно набрасывайте. Кто больше всего наберет лайков, кто будет более активен в своих пожеланиях, конечно же, я буду рассматривать ваши заказы. Да, вам хорошего вечера, любви, благополучия. Вот, кстати, хочу рассмотреть у Ксюши Собчак, там новый герой. Но я так и не поняла, в чем фишка его, вот этого документального фильма. Если не сложно, в комментариях опишите, что там вообще происходит. Если действительно интересно рассмотреть этого гостя, если там есть такие вот прям моменты, которые вам, ну, правда вас зацепили, то дайте мне знать об этом в комментариях, и я тогда рассмотрю получше, и в ближайшее время проведу еще анализ того интервью.